Безумный 2017 год Мы отберем 20 победителей, которые попадут в круг избранных И правила для наших зрителей просты Нужно лишь сделать репост закрепленной записи в нашем паблике Рэп Ньюс Подписаться на наш паблик и вступить в группу Трэйл Хэт Вэр Ты готов испытать удачу? Тогда дерзай! Итоги мы подведем в нашем паблике ВКонтакте Рэп Ньюс Выпуск подготовлен при информационной поддержке паблика Black Music Всем привет! Вы смотрите 23 выпуск Рэп Ньюс Юэсэй В котором мы расскажем про очередные пулевые ранения рэперов Чем планирует заняться Кэнни Вест после больнички О новой роли в кино Метод Мэна О смерти основателя сайта WorldStar HipHop И, конечно же, о новых анонсах свежих хип-хоп альбомов С вами я, Игорь Еремин, и мы начинаем И начнем мы свой выпуск с очередных новостей о пулевых ранениях наших любимых рэперов В этот раз под свинцовую раздачу попал оклинский ветеран хип-хопа Кит Досник Подробности его ранений скудны, известно лишь только то, что он серьезно не пострадал Также не сильно пострадал и хьюстонский рэпер Трайзет Руф во время стрельбы около одного из трип-клубов в его родном городе Хьюстон Перестрелка с участием Трайзет Руф произошла еще в 2012 году Но напомнил о ней Эмси, когда выложил в Инстаграм видео, на котором из его руки вылезает пуля, полученная рэпером тогда во время стрельбы Хм, интересно, почему Трайзет Руф с пулей в руке проходил целых 5 лет? Неужели его медицинская страховка не покрывает извлечение пули из конечностей? Похоже, что Канье Вест идет на поправку после своего нервного срыва Который произошел у него в ноябре прошлого года, из-за чего он даже был насильственно помещен на лечение в психиатрическую больницу Сейчас же у Канье стало с головой относительно нормально, и он даже поделился своими планами на предстоящие весну-лето На данный период Вест запланировал завершить гастрольный тур, который был прерван из-за его госпитализации и дать оставшийся 21 концерт Также Канье готовит к выпуску новую линию одежды Ну и не забывает он и про музыку, но какой нас ждет альбом пока неизвестно Ведь месяц назад продюсер Пит Рок опубликовал видео его работы с Канье Вестом в студии над инструментальным альбомом Под рабочим названием TurboGray FX-16 Но у этого проекта пока не появилось подробностей Также Канье начал поговаривать о новой совместной работе с Jay-Z И еще намекнул на альбом-сюрприз, так что ждем нового пришествия Канье с нетерпением Метод Мэн является одним из самых ярких представителей группы Wooden Clan Помимо успешной карьеры рэпера, Метод Мэн также имеет за своими плечами около 50 эпизодических ролей в кино и сериалах Он также сыграл одну из главных ролей в фильме Торчки и сериале шоу Метод Мэна и Редмана А недавно стало известно, что телеканал BAD запускает в производство новый сериал под названием Rebel В котором одну из ролей получит Метод Мэн Рэпер сыграет роль бывшего мужа полицейской, которую отстранили от работы после внутреннего расследования Режиссером сериала станет Джон Синглтон 23 января в понедельник скончался основатель сайта WorldStarHipHop Ли Кью О'Деннет На момент смерти Кью было 43 года, причиной его смерти стал сердечный приступ Ли стал знаменит благодаря своему сайту WorldStarHipHop, который он основал в 2005 году Сайт имел спорную репутацию С одной стороны он публиковал новинки хип-хопа И, к примеру, для многих звезд было честью попасть на сайт И популярность того или иного артиста измерялась количеством просмотров на WorldStarHipHop С другой же стороны, сайт любил публиковать видео с драками, разборками и разного рода фейлами Сам Кью любил называть свое детище CNN для Гетто 3 февраля детройтский рэпер Биг Шон выпустит свой четвертый студийный альбом под названием I Decided Для записи данной пластинки Шон привлек в помощь тяжелую артиллерию в лице земляка Эминема Трек No Favors, а именно так будет называться песня, записанная при участии Маршал Мэттерса Спродюсирована небезызвестным Метро Буменом Ну а первый сингл с альбома Bones Back уже получил золотой статус Чикагский рэпер Chief Keef, который ранее в этом месяце пообещал выпустить три релиза за предстоящий год Анонсировал первый из них Thought Breaker, так будет называться новый микстейп Sosy И выйдет он в день Святого Валентина, 14 февраля Напомним, что 1 января Chief Keef уже порадовал своих фанатов микстейпом 2017 Еще один артист, который анонсировал также три релиза на предстоящий год, это Gucci Mane В своем твиттере он поделился названием первой пластинки, запланированной на этот год Релиз будет называться Drop Top Vizop и выйдет уже скоро Ну а на сегодня у нас все Выпуск, как всегда, подготовил паблик HipHop All New В котором вы найдете еще больше новостей о зарубежной рэп-сцене А также все самые свежие синглы, клипы, микстейпы и альбомы Ссылка на этот паблик будет в описании под видео А вы не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии под этим выпуском, ставить ему лайк и делиться им со своими друзьями До новых встреч! И помните, если хотите следить за хип-хопом, тогда следите за нами Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok